Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава книги пророка Иезекииля. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала «Экзегет». Первая и вторая глава – начало видения славы Господней, которую Иезекииль наблюдает, созерцает в Вавилонии среди изгнанников, после того, как значительная часть иудеев переселена из своей земли туда в Вавилонию, но Иерусалим еще не разрушен. И, конечно, они очень переживают и думают о том, как это все будет дальше. Но вот в третьей главе продолжаются слова Бога к Иезекиилю, что, собственно говоря, он должен сделать. А должен он съесть книжный свиток, на котором написано «Плач, крик, стон». И он сказал мне, сын человеческий, съешь то, что пред тобой, съешь этот свиток и иди говорить с домом Израиля. «Я открыл рот, он дал мне съесть этот свиток. Он вилял мне, проглоти этот свиток, который я даю тебе, наполни им свое чрево». Вот еще-еще повторяется этот странный эпизод. Он описывается несколько раз подряд разными словами, что пророк не просто получает информацию, передая им то, то и то, но пророк съедает свиток. Что это означает? Ну, можно сказать, что вот эта весть должна настолько войти в него, настолько он должен ей проникнуться, что это уже часть него. Вот от этого, как от съеденного не избавишься. Ну, плач, крик, стон. И что же конкретнее? «Я съел его, и был он у меня на языке сладок, словно мед». Интересно, что ж сладкого такого в этом свитке. Ну, может быть, познание какого-то действительно вот такого Божьего слова, можно сказать, приятно. Ну, посмотрим, что будет дальше. И тогда он сказал, «Сын человеческий, иди к дому Израилеву и перескажи мои слова. Не к народу с непонятной речью, с чужим языком ты послан, но к дому Израилеву. Нет, не ко многим народам с невнятной речью и чужим языком, слов которого ты бы не разобрал. Но если бы я и послал тебя к ним, и они бы выслушали тебя. А дом Израилев тебя слушать не хочет, как меня они слушать не хотят. Твердолоба они очерствело их сердце». Ну, понятно, что он сам иудей, и говорить будет со своими единородными иудеями на их природном языке. А если бы он отправился к Вавилонинам, они живут среди Вавилонин, там и другие разные народы. Ну, было бы им непонятно, не удалось бы договориться. Но Господь, говорит, делал не в этом. Даже иностранцы бы меня послушались скорее, чем эти люди. Твердолоба и с очерствелым сердцем. «Но я сделаю взор твой непреклонней их взору, и лоб твой потверже их лба. Как алмаз, что камень крошит, сделал я твой лоб так, что не бойся их, неужасейся, а не шайка мятежников». Снова вот эти слова про шайку мятежников, которые определяют, кто, собственно, такие израильтяне по отношению к своему царю. Не просто не слушаются его, но восстают против. И добавил, «Сын человеческий, все слова, какие скажу тебе, выслушай внимательно и запомни. Отправляйся к переселенцам, к детям твоего народа. Обратись к ним и передай такие слова владыке Господа, будут ли они их слушать или нет». Вновь и вновь он повторяет, будут слушать, не будут. Как часто? Вот я сам и, наверное, любой человек оказывался в ситуации, ну, меня же никто не будет слушать. Да и правда часто не слушают. Я же заранее говорил, я же предупреждал, всем же было понятно. Да не было никому понятно, да никто ничего не хотел. Будут ли они слушать или нет, а ты передай эти слова. Может быть, минимальный шанс, что услышат. А может быть, даже и шанса этого нет, но сделай то, что ты можешь, и будь что будет. Дух поднял меня и услышал я сзади раскаты могучего грома, «Благословенно слава Господне в обители его, и шум от соприкасавшихся крыльев тех существ, и шум от тех колес подли них, и раскаты могучего грома». Там в первой главе были загадочные существа, загадочные колеса, вот какое-то такое видение. И не случайны слова «Благословенно слава Господне в обители его». Вот, в принципе, храм Иерусалимский – это место, где обитает Господь, пусть символически, пусть не напрямую, а вот здесь обитель – это то, где Бог находится, являет себя, лучше сказать, в данный момент. Вот здесь, в Вавилоне, в чужой земле, далеко от Иерусалима. «Дух поднял меня и подхватил, и я отправился прочь в горьком негодовании, и сильна была на мне рука Господня. Я пришел к переселенцам, жившим в Талавиве при потоке Кевар, и остался с ними семь дней, пребывая в молчании». Талавив – холм месяца Авиф, или весенний холм, так назвали потом город, построенный в Израиле. Ну, он в Вавилоне, конечно. И смотрите, как странно. Дух поднял меня и подхватил. Я отправился, я пришел. Так его дух физически поднял с земли и куда-то перенес. Или он сам ножками пошел? Ну, наверное, скорее ножками, но все равно он видит в этом некое действие духа, что в любом случае он отправился на эту проповедь не потому, что ему так захотелось, а потому, что ему это было давно. И семь дней пребывал в молчании или в изумлении. Вот то, что с ним произошло, на семь дней просто выбило его из обыденной жизни. Что они об этом думали? Как они это понимали? Мы не знаем. «А по прошествии семи дней было мне слово Господне. Сын человеческий, я поставил себя стражником при доме Израилевом. Услышь мое слово, передашь им мое вразумление. Если я скажу, злодей тебя ждет смерть, а ты его не вразумишь, не обличьешь злодея, чтобы он свернулся своего злого пути, чтобы ему остаться в живых, то он умрет в своем пороке. А с тебя я спрошу за его гибель». Пророк – человек, который отвечает за другого, но отвечает лишь за то, чтобы ему передать это слово. Вот очень часто, но это же он грешит, не я, мне-то что. Но если я вижу, что он грешит, и я молчу, я разделяю ответственность за его грех. Нет, то, что он грешит, это его ответственность перед Богом. Но если я молчу, я поощряю это, я не даю ему возможного шанса на исправление. А если ты будешь вразумлять злодея, но он не оставит своих злодеяний и своего злого пути, то он умрет в своем пороке, а ты спасешь свою жизнь. Но что к злодею это касается, вообще люди принимают решения в обе стороны, в хорошую и в плохую. А если праведник оставит свою праведность и поступит нечестиво, я заставлю его споткнуться так, что он умрет. Обратим внимание, он будет поступать нечестиво, я заставлю его споткнуться, то есть Господь не заставляет его грешить, но когда он уже начинает грешить, заставляет спотыкаться, то есть не дает ему или дает, или не дает ему простора действия. Так вот, если это произойдет, то если ты не обличал его греха, он умрет, и не припомнится ему его былая праведность, а с тебя я спрошу за его гибель. А если ты вразумеешь праведника, и он не согрешит, то останется праведник жив из-за твоего вразумления, а ты спасешь свою жизнь. То есть, вразумляя другого, спасаешь свою жизнь, ты снимаешь с себя ответственность за его грехи. Очень хороший принцип. Коснулась меня рука Господня, и он сказал мне, ступай отсюда в поле, там я буду говорить с тобой. Почему в поле? Ну, наверное, он среди людей, и нужно какое-то уединение, да, как пророки часто уходили в пустыню. Так, пустыни там нет, но поле, вот, какое-то пространство, где он может побыть наедине. Я отправился в поле, увидел там славу Господню. В точности, как видел эту славу при потоке Кевар, я пал пред ней ниц. Обратим внимание, вот подробно в первой главе описано это слава Господне, совершенно такое необычное зрелище. И вот оно там является среди Вавилонии, в какой-то чужой земле, но оказывается, это не один раз, оказывается, это может быть многократно. Ну, понятно, что когда один раз, то исключительный случай, что-то вот такое, чего вообще не должно быть, ну вот, вроде есть. А вот получается, что здесь это событие, которое происходит многократно. Тогда вошел у меня дух, он поставил меня на ноги, говорил со мной, сказал так, в общем, повторение того же, что мы уже читали во второй главе, в начале этой проповеди. И сказал так, ступай за приз в собственном доме. На тебя, сын человеческий, надену узы и свяжу ты ими, так что не ходи к тебе среди прочих. Сделаю так, что язык твой деревенеет, ты они имеешь и не будешь их обличать, хотя они шайка мятежников. А когда заговорю с тобой, то разомкну твои уста и передашь им мои слова. Так говорит владыка Господь. И кто хочет, пусть послушается, а кто не хочет, пусть будет непослушен. Ведь они шайка мятежников. Интересно, что пророческое служение начинается с полной немоты. Почему? Причем с какой-то прям навязанной немоты, не то, что добровольной, отказ от слов, а вот прям не может язык Иль говорить. Трудно сказать, но может быть дело в том, что вот такое многословное описание каких-то великих вещей, оно не главное. Что даже для того, чтобы этих людей вывести из их состояния успокоенности, из их состояния размеренной такой жизни, которая во грехе, язык Илью нужно прежде всего их поразить чем-то необычным. И, к сожалению, как правило, человек может иметь только свое собственное тело для того, чтобы это сделать. Главный инструмент. Вот здесь он в своем собственном доме связан, он не говорит ничего. Дальше он будет совершать довольно странные действия, но это уже четвертая глава, для того, чтобы вывернуть вот как-то внимание этих людей наизнанку. Они обращают внимание на какое-то большое количество разных слов, событий, действий. А здесь вот что-то бьющее в цель очень необычное, очень яркое. То, что потом будут делать юродивые уже в христианской истории. Заставить отказаться от автоматического восприятия, показать, что, возможно, какая-то совершенно другая картина мира, вот не такая, как вы привыкли. И только потом уже сказать самое главное. В четвертой главе будет продолжена эта тема. В четвертой главе